2 апреля 1996 года состоялся первый демонстрационный полет сверхманевренного истребителя Су-37, оснащенного двигателями с управляемым вектором тяги. Именно на этой машине герой России, летчик-испытатель Евгений Фролов, продемонстрировал выдающийся воздушный маневр, впоследствии названный его именем. На новом самолете летчик впервые продемонстрировал фигуру пилотажа Кульбит, разворота в плоскости симметрии на 360, иначе говоря, мертвую петлю малого радиуса, выполняемую на малой скорости. Позже она получила название Чакра Фролова. Впрочем, и старые фигуры в исполнении Су-37 были как новые. Например, при выполнении Кубры он выходил на угол атаки более 150 градусов и находится в таком положении 3-4 секунды. После этого летчик мог занять максимально выгодное для него в воздушном бою положение. Истребителю были подвластны многие трюки. Форсированные, меньше 10 секунд, боевой разворот, поворот по вертикали, переворот с потерей высоты до 300-400 метров. В Лебурже летчик-испытатель Евгений Фролов предложил западным коллегам провести в воздухе показательный учебный воздушный бой Су-37 и Ф-22. Желающих принять вызов не нашлось. После показательных выступлений в Лебурже все мировые СМИ писали о Су-37 «Повелитель неба». Самолет был создан на базе истребителя Су-27М. Прототип Су-37 получил специально разработанные для него двигатели с плазменной системой зажигания, увеличенным компрессором, с цифровой системой управления и с управляемым вектором тяги в любом направлении. Это был первый истребитель, который получил двигатели с управляемым вектором тяги. Как ни парадоксально, но единственным минусом Су-37 была его уникальность. Самолет существовал в одном экземпляре. Впрочем, уже в 2002 году после катастрофы единственного летного экземпляра Су-37 перспективный проект был закрыт. Однако эксперты отмечают, что конструкторские решения и технологии, применявшиеся в этой машине, предопределили появление у России таких истребителей, как Су-35 и Су-57.